Субтитры сделал DimaTorzok Привет, дорогая Я еду на Формулу-1, дорогая Еду, решила, хотела на Мальдивах еще остаться на несколько дней Но решила поехать, короче, в итоге Решила поехать, короче, на Формулу-1 все-таки У меня сейчас бюрзды векен У меня, короче, неделя дня рождения Я сейчас отмечаю Приеду, напишу, как раз приеду в начале декабря, дорогая, в Москву Приеду, напишу А вообще, я хотела, ребятки, чтобы вы меня поразвлекали Я обычно вас развлекаю, а теперь я хочу, чтобы вы меня поразвлекали Потому что мне ехать полтора часа в машине И спасибо, дорогая, спасибо И скучновато, конечно, будет Чао, Тухи, how are you? What's up? Я хочу сказать, что ваши песни Я стою в моих головах И, конечно, в ночи, когда я сплю, я сплю их Can you believe that? Да, я буду enjoy, for sure Это будет круто Last year I was actually going to Dubai, Abu Dhabi And I don't know if you would believe it or not I arrived at the time when the race was over Only I can do some stuff like that В прошлом году я же тоже поехала на Формулу-1 Это же как раз, как получается, что в канун моего дня рождения И в том году я тоже поехала на Формулу-1 В том или позапрошлом, не помню Я поехала и приехала именно тогда, когда уже салют был Опоздала просто по все параметры И уже закончилась Форму-1 Так что в этот раз еду заранее Хотела остаться на Мальдивах Снять лодку, там поплавать Но не получилось Потому что у меня здесь друзья, они так обиделись Все меня разрывают на части I'm going to MTV dinner Okay, alright Enjoy it That's why you actually didn't want to stay with us on the boat in Maldives And I actually cancelled it Because of your MTV shit Спасибо большое за поздравление За поздравление с наступающим Днем рождения Кто-то мне писал, что мы, ну как бы заранее отмечать нельзя Я типа там заранее, я в приметы не верю, ребят Я считаю, что приметы это все то, что мы придумали в нашей голове Это все полное фигня Так что у меня всегда А так как у меня друзей много И дащи по всему миру Получается, что я уже давно не делала такие дни рождения Которые там в формате, как я раньше делала Там собрать под 200-50 человек И нет даже ощущения, что ты кайфанул от своего собственного дня рождения Это как на работе В конце дня остается ощущение, что ты очень устал, не ел, не пил Вот так у меня раньше и было Потому что когда ты приглашаешь даже 70 человек, приходится до 50 И такие большие я уже праздники не делала Потому что это очень утомительно Я стала делать именно такие с друзьями И там отметить, там отметить В прошлом году я делала А, значит, у меня часы была фаза прошлого В прошлом году я делала У меня был 2 Guitar Day Week-a в Лондоне Сначала Монако я отмечала с друзьями потом в Лондон поехала и отмечала с друзьями Так что в этом году Я тоже на Мальдивах отметила с друзьями Сейчас в Абудами буду отмечать с друзьями Потом Defendigt с друзьями вот Вот, и таким образом получается, что день рождения, а потом еще я с дочечкой буду отмечать дом, потому что как я дочку оставлю без торта на свой день рождения, и таким образом получается, что у тебя день рождения ты отмечаешь самыми близкими, родными, при этом нет левых людей, и при этом как бы ты еще и наслаждаешься компанией и получаешь удовольствие, так что вот так. Пятей хочешь еще? Ну, конечно, хочу. Я хочу еще двоих детей. Я готова еще родить двоих, даст Бог здоровья, двоих, даже троих бы родила вообще. Вот опять кто-то попишет сейчас. Запомните, пожалуйста, никогда не отмечаю 40 лет, 40-летие. Я не верю в приметы. Я считаю, что 40-летие это второе 20-летие. Поэтому почему бы не отмечать второе 20-летие? Мне кажется, не надо сгоняться и думать какую-то, верить в какие-то приметы, потому что таким образом сам себе в сознании сделаешь, создаешь барьеры, замки, и потом это не начинает работать. Мы имеем то, во что мы верим. Я эту фразу, когда услышала, она настолько в моем сердце как-то так ёкнула. Это действительно мне подходит. Потому что то, что я себе желаю, хочу, то и происходит в моей жизни. Спасибо за хорошо выглядеть, такие комментарии. Я отдохнула очень хорошо, правда. Я настолько зарядилась, настолько отдохнула, что меня прям распирает физически даже на спорт. И вообще поняла, знаете, что отдых, это только учитывается, когда ты наедине с природой. Вот тогда это действительно отдых. Все смеялись, я спала на улице. Ну, я заходила, когда уже в 7 утра было уже жарко, так уже тяжело, солнце уже вставало. Я, конечно, заходила в комнату и там проспала там еще час-два, если хотела. Или бы вообще просыпала в 7 утра. Я спала на улице. Вот свежий воздух под открытым небом. Это просто невероятно. Звезды. Брала просто такое пляжное полотенце, потому что оно довольно-таки большое. И было удобно укрываться. Даже одеялом-то было бы жарко. И я все эти дни спала на улице. Они надо мной все смеялись. А я поняла, что я отдохнула настолько хорошо. У меня организм просто себя ощущает по-другому. Я себя чувствую иначе. Мне кажется, отчасти это все-таки от того, что я все время была на свежем воздухе. Все время была на природе. Связь плохая. А, ну, будешь, что я в машине еду. У всех, да, плохая связь? Совсем плохо видно, да? Да, на черного кота тоже перехожу. Первое. Он тоже. А хорошо видно, то есть нормально. Зависает, а видно хорошо. Ну, хорошо. Ну, в принципе, связь с LTE, должно видно быть нормально. Ну, просто я в пути еду из одного, как это называется, штата или какой-то. Ну, только выехала из этого. Ну, вот, темно. Пустынно и темно. Ну, будет классно, конечно, сейчас будет Формула-1. Сейчас будет очень круто. На скольких языках я общаюсь на английском, на испанском и на русском. Французский я чуть-чуть понимаю. Начала чуть-чуть, как бы, ну, не то чтобы говорить, но я могу, по крайней мере, понять, о чем будет речь. Надо еще улучшить французский, и тогда все будет хорошо. Такие вопросы, как зарабатывать деньги, как добиться успеха. Мне кажется, эти вопросы такие, на которые нужно отвечать и зарабатывать самой, и стать успешной. Нужно верить в тебя. Нужно никогда никого не слушать. Ну, кроме мамы, кроме тех, кто тебя любит. Никогда не слушать тех, кто говорят, что у тебя никогда ничего не получится, и ты ничего не сможешь. И вообще такие комментарии должны вас вдохновлять всегда. Это первое. Второе. Желать очень сильно хотеть. Быть самостоятельной. И сама Вселенная сделать так, что эти желания, они станут реальностью. И, безусловно, что-то делать. Не сидеть на месте, никогда никого ни в чем не обвинять. В ваших неудачах, я имею в виду. Если у вас что-то не получилось, это ваш опыт. И он бесценен. И он тоже нужен. Поэтому, ну, здесь очень много факторов. Это целая психология человека, который должен идти, и, несмотря ни на какие события в жизни, продолжать идти к своей цели. Согласны вы со мной? Скажите, пожалуйста. Вам все еще меня видно? Если будете жаловаться на связь, тогда больную. Не звонить, маниться, конечно, маниться, болтать по WhatsApp. Спасибо за комплименты. Вот эти иностранцы любят эти сердечки, смайлики, вот эти, знаешь, засорять эфир своими смайликами, сердечками. Да, 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 согласны. Ну вот, видите. Можете предложить какую-нибудь тему, поболтаем на какую-нибудь тему. Потому что зависает, я так понимаю. И плюс еще вот эти эмоджи просто, которые меня катастрофически прям раздражают. И, конечно, я думаю, у них очень pouco нет. С этим никто не учится, в школу никто не ходит. Поэтому сегодня как... Ну, это как выходной, считается. А я голодная безумно после спортзала, я даже еще не поела, но я опоздаю получается. А дочке рассказать, ну, дочка у меня очень смешная, правда, это просто вот такой кадр, конечно, иногда, иногда, иногда думаешь, господи, что про нее рассказать. Корабликом, наверное, который путешествовал по волнам жизненного океана. А здесь у меня появился якорь, который, скажем так, меня дал мне такую, наверное, почву, что ли, для того, чтобы построить свой остров в этом океане. Анжелишка сейчас, она в Монако, она учится, у нее сейчас школа каждый день, вот, хорошо учится, кстати. И, что еще? Занимается, ходит на гимнастику, ходит на лошадях, катается, занимается. Бентли я не ей купила, это просто здесь увидела и сфоткалась. Она меня, кстати, просила такую машину купить, но ей нельзя такую. Она еще быстро все бордюры соберет. Стараюсь творить и там пообщаться. Точно. Хорошая идея, правда? Потому что здесь это будет невозможно. Идем все на Боню в Юте. Все знают страницу? Лоня. Ни...